Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Мысь. Сегодня пятница, а значит, самое время для свежего выпуска Update Box. Сегодня, 19 декабря в 22.00 по Москве, состоится прямая трансляция игры Battlefield 4 с разработчиками из DICE. Ссылка на трансляцию, а также информация о серверах, на которых будет проводиться игра, появится на iashutters.ru. На серверы можно будет попасть в порядке живой очереди. Ну и, само собой, я также буду на ней присутствовать в качестве гостя. Ссылку на трансляцию от моего лица найдете в описании. Не пропустите! Ни для кого не секрет, что Assassin's Creed Unity провалилась еще на старте. Разработчики решили, что просто обязаны в качестве извинений предоставить дополнение Deadly King абсолютно бесплатно всем геймерам, купившим игру. А обладателям сезонных абонементов одну из шести игр на выбор. Far Cry 4, The Crew, Watch Dogs, Assassin's Creed, Black Flag, Raymond Leggins или Just Dance 2015. Но даже несмотря на бонусы, игру не оставили без изменений. Патч, исправивший недоработки, вышел 15 декабря уходящего года. Любите игры в жанре хоррор? Тогда это новость для вас. Дополнение The Evil Within выйдет в начале 2015 года. Первая The Assignment. История от лица Джулии Гидман, напарницы Себастьяна Кастеланоса. За ней Consequence и, наконец, The Keeper, которая должна была выйти раньше первых двух. Но планы поменялись, хотя не думаю, что это как-то повлияет на раскрытие сюжета. Буквально вчера вышел патч на Dota 2, где помимо изменений в игровом балансе и приятном снижении цен на некоторые внутриигровые артефакты, нас ожидали зимняя карта, пак новых сетов, возможность завернуть в красивую обертку вещички, которые хотим подарить товарищу, ледяные статуи, а также сундук, в который встроили другие сундуки, чтобы вы могли открывать сундук во время открывания сундука. Еще не скачали обновление? Чего же вы ждете? Спешите полюбоваться на Рошана в колпаке Санты. И, кстати, Monoburned Diffusal Blade больше не является орб-эффектом. Вот так-то. Одна маленькая, но сокрушительная победа спасла шутер Hatred от жестокого выпиливания с площадки Steam Greenlight. Напомню, что буквально на днях Вальва в течение нескольких часов после появления игры удалили ее. Якобы за то, что она посвящена массовым жестоким убийствам мирных граждан и правоохранителей. Сообщество оперативно отреагировало на такую несправедливость и засыпало петициями корпорацию Гейба. И, как итог, дитя Distractive Creations вернули на свое законное место. Ура, товарищи! Предположительно, из-за низкого качества игры, браузерная моба Transformers Universe прекратит свое и без того недолгое существование утром 31 января. Разработчики заявили, что хотят сфокусироваться на других, более перспективных проектах. Кто успел купить Founders Pack и прочие бонусы, не переживайте, вам вернут деньги. А что до остальных, у вас еще осталась возможность поиграть в игру. Торопитесь, времени осталось совсем немного. Создатели Remember Me наконец-то анонсировали релиз Life is Strange. Путешествия во времени, расследования загадочного исчезновения близкого друга и невероятные приключения начнутся уже 30 января для владельцев ПК, Xbox 360, Xbox One, PS3 и PS4. Полный пак эпизодов можно будет приобрести за 20 долларов. Dragon Age Inquisition, помимо звания игры года, получила еще пару интересных дополнений. Делюкс за 10 долларов и распад, который можно получить бесплатно, приятно дополнит уже существующий контент. Оба дополнения доступны для ПК, Xbox 360, Xbox One, PS3 и PS4, собственно, как и сама игра. Капля феминизма пополнилась бочкой ядерной смеси из ограблений и перестрелок многопользовательского экшена Payday 2. Овер, так зовут барышню, вооруженную штурмовой винтовкой и дубиной. Также в игру добавили новую ветку навыков «Взломщик». Ускоренные восстановление здоровья, взлом замков и обыск стали доступны для ПКшников. Что касается других платформ, информации пока нет. Ну что ж, и последнее на сегодня. На дворе, несмотря на погоду, больше смахивающую на весеннюю, уже середина декабря. А значит, просторы интернета переполнены предпраздничными распродажами. Что, кстати, очень актуально, учитывая нынешнюю ситуацию с нестабильностью курса рубля. Так что самое время скупать приглянувшиеся игры с отличными скидками. Подписчиков Sony побалуют в декабре бесплатными играми для PS3. Injustice, Gods Among Us, Ultimate Edition, шутер Secret Conscious и сборник Hitman HD трилогии. В него входят Hitman 2, Бесшумный убийца, Hitman контракты и Hitman кровавые деньги. А также Horror Deadly Premonitions, The Director's Cut для PS4. Xbox не отстоит от своих конкурентов и дарит скидку 85% на свои игры. С сегодняшнего дня по 22 декабря владельцам консоли предлагают сэкономить на покупки Battlefield 4 Premium Edition, PES 2015, Metal Gear Solid V, Ground Zeroes, Lords of the Fallen, The Evil Within и других популярных игр. На следующей неделе список поменяется. Дополнительно к этому в Xbox Live проводят ежедневные распродажи. Также открылась Holiday Sale в Steam. Будьте внимательны, каждые 12 часов обновляется список игр, на которые будет предоставлена максимальная скидка. Так что советую проверять магазин ежедневно или добавить в избранные те продукты, на которые раньше не решались тратить свои кровные в ожидании распродажи. Оповещение о снижении цены не заставит себя ждать. Если хотите помимо покупки игр пожертвовать часть денег на благотворительность, советую посетить Humble Bundle. Там вас ожидают отличные бандлы в рамках Winter Sale. Список игр со скидками также обновляется каждый день. Начиная с сегодняшнего дня, Wargaming в рамках праздничного марафона распродают игровое золото и статус премиум аккаунта с 50% скидкой. Акция продлится до 3 часов ночи по Москве 22 декабря. О других бонусах, которые будут появляться аж до 19 января, можно узнать на сайте wargaming.net. Ну вот и все. Напоминаю, что это были далеко не все новости за эту неделю. Свежая информация из мира видеоигр и не только ждет вас в моем паблике ВКонтакте. Вступайте, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте рассказывать друзьям и приятных вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!